Приветствую вас, отвечая на ваш текст, на ваш вопрос, я бы конечно сказал, что наиболее правильным вариантом решения проблемы будет, как мне кажется, все-таки именно сходить к психологу, вот, понимаете, потому что, ну, чтобы поработать со своими проблемами, которые у вас есть, вот, и так далее. Это идеальный вариант. Вот, поработать над убеждениями, да, тоже, тоже очень хорошая мысль, потому что убеждения у вас явно неправильные, не совсем верные, они у вас, к сожалению, деструктивные, то есть завязаны на сравнении с другими людьми, вот, что, безусловно, не добавлялось какого-то позитива, вот, и, соответственно, вас это напрягает. Что-то вы не принимаете себя до конца. Вот. Это вот то, что вам нужно делать. По поводу всего остального, просто работать, визуализировать, это очень частные моменты, их нужно оставить. оставить, ну, что-то введение специалиста, да, то есть уже непосредственно специалист, психолог вам порекомендует, что и как нужно делать. Вот. Значит, по поводу самого текста вы пишите, я хотел спросить совета, как вернуть уверенность в себе. Понимаете, уверенность в себе, это не то, что может уйти. То есть, если вы уверенность в себе не чувствуете, да, если вы не уверены в себе, скорее всего, так было всегда. Ну, вы, может быть, по ряду причин, да, вы, может быть, этого не замечали, вот. Но, было. Вот. Как бы, было. Скорее всего, было. Была, не уверенность в себе всегда. Она бы не учла, если бы, если бы, если бы она была. Вот. Значит, давайте для начала, так, вот, чуть-чуть общих моментов. Уверенность в себе возникает тогда и только тогда, когда человек видит, чувствует, знает и отдает себе отчет в том, что от того, что он делает, есть живая обратная связь. Живая обратная связь может быть только в том случае, если то, что человек делает, совпадает с его ценностями, совпадает с его бобребностями, с его желаниями. Только в этом случае будет уверенность в себе. Других способов нет и быть, к сожалению, не может. То есть, чтобы приобрести уверенность, нужна, грубо говоря, живая обратная связь. Вот. Дальше. Я парень, мне 25. Раньше, когда я учился в школе и на бакалавриате, был на 110% уверенность в своем успешном будущем, а до этого становился радостный и ощущал при любви. То есть, понимаете, у вас здесь есть какая-то завязка на будущее. То есть, вы думаете о будущем, и от этого зависит ваше состояние, когда вы уверены в будущем. Но будущего нет. То есть, как бы, для человека будущего нет. Для человека живет только здесь и сейчас, для человека актуально только здесь и сейчас. Получается, что если вы ориентируетесь на будущее, вы не принимаете в расчет, не принимаете во внимание тот факт, что есть здесь и сейчас. Почему так? По какой причине так? Это вопрос. И мне кажется, это вопрос, ну, такой, довольно важный. Да? То есть, радость и уверенность в себе вам внушало не обознание того, что то, что вы делаете, это как-то вот, скажем, правильно, интересно, да, там, соответствует вашему видению и т.д. и т.п. А будущее. Уверенность в будущем. Регламентация, по сути. То есть, определенность. То есть, вы нуждаетесь в определенности, получается. Если вы нуждаетесь в определенности, то можно сказать, что вы не удовлетворены в контексте безопасности. То есть, вы не чувствуете себя в безопасности, вы не чувствуете себя в безопасности, ну, по умолчанию, скажем так. И у этого, что же должны быть свои причины и свои основания. То есть, безопасность, безопасность связана с определенностью, но определенность не во временном промежутке, а определенность, скорее, в ваших личных правилах, которых придерживаетесь только вы, которым следуете только вы. Правила, личные правила, это личные границы, которых у вас, к сожалению, нет, хотя бы по той простой причине, что у вас имеет место быть кредит. То есть, если, если вы воспользовались кредитом, значит, вы живете непосредством. Вот. Тут нет других объяснений. Вы живете непосредством. Просто. Вы просто живете непосредством. Если вы живете непосредством, значит, нет правил. Нет, что-то, как правило, что можно, а что нельзя. Что я могу и что я не могу, за что я отвечаю, за что я не отвечаю. Понимаете? И отсюда, именно отсюда у вас и возникают вот эти мысли о том, что вот, там, другие люди, да, имеют всё, а я, там, грубо говоря, не имею ничего, да? То есть, отсюда возникает сравнение с другими, отсюда оно вытекает. Дальше. Идем. Так. Я всегда, в большинстве, в большинстве шел по жизни сам, сам учился, зарабатывал деньги, искал возможности и путешествовал. Это хорошо. Это хорошо, что вы сами, сами это делаете. Вопрос в другом. Были ли у вас рядом люди, которые вас поддерживали, которые в вас верили, которые находились с вами рядом и оказывали вам всяческую помощь и поддержку? То есть, иными словами, был ли это ваш выбор? Именно ваш выбор. Делать всё самостоятельно. Или, может быть, вы делали это, потому что у вас не было выбора. Это совсем не то же самое. То есть, совсем не то же самое, если вы делаете выбор в пользу, ну, в пользу самостоятельного поведения, допустим. Только по причине того, что у вас нет иного выбора. Ну, другого выбора у вас нет. Понимаете? Какая ссора. Вот. Это не выбор. Это безысходность. И, соответственно, находясь вот в этом состоянии безысходности, в данном случае, вы вполне можете действовать во вред себе. Вот. То есть, например, действуя самостоятельно, вы можете истощать свой ресурс, например. Не получая поддержки, вы можете, ну, даться в ней. Вот. Снова и снова, чувствуя себя жертвой, например. Я не говорю, что это постоянно так. Не говорю, что это постоянно так. Но, я думаю, что, так или иначе, об этом, вот именно об этом всём, вам нужно подумать. Потому что, ну, вот, то, что вы описываете, да, особенно, ну, особенно, что там проблемы очень на это походит. Вы пишете сам, потому что не мог найти соратников или на предложение ехать куда-то вместе получал отказы. А по какой причине? Значит, вы не совсем конструктивно выстраиваете отношения с людьми. Как-то неправильно себя преподносите. Выбираете тех людей, которые дают отказы. Может быть, хотите получить отказ, чтобы подтвердить свою мировоззренческую позицию. А, что-то, тут нужно разбираться. Первая девочка, в которую я влюбился в 16, ей было 19, отвергла меня. Меня это очень огорчило, но через недельку страданий я взял себя в руки. Первая девочка, в которую вы влюбились в 16, ей было 19, вас отвергла. А как вы восприняли это? То есть, ну вот конкретно, как вы восприняли, что-то она вас отвергла? Взяли ли вы, грубо говоря, вот, что-то она вас отвергла, да? А приняли ли вы это на свой счет, грубо говоря? Если да, то почему? Если нет, то почему? Если нет, то почему? И почему вас тогда огорчил? Дальше. После того, никому не раскрывался, было много девочек, но вместе с тем, реально, тех, которые мне очень нравились, не было. То есть, по сути, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем бег от боли. Страх боли. По виду, что боль есть что-то плохое, боль есть что-то негативное, боль есть что-то неприятное и так далее. По факту. Да? Получается. Соответственно, вопрос. Если у вас, как вы говорите, было много девушек, да? То зачем они были нужны вам, девушка? Ну вот, конкретно, для чего они вам нужны были, девушка? Если их было много, если вы в них явно нуждались, в девушках. Вот. Какую функцию или роль они, ну, она, точнее, девушка должна была выполнить? Дальше. Может, я начал бояться, что недостоин, недостаточно красив, богат, харизматичен, очень красивых девушек. Алексей, скажите, пожалуйста, вам в девушке важна красота? То есть, вам важно, чтобы девушка была, как вы говорите, очень красивая? То есть, почему, почему все, что вас волнует в девушках, это их красота? Чем обусловлен набор необходимых качеств для выстраивания отношений? Харизматичность, там, богатство, красота. То есть, это все не те качества, которые нужны для выстраивания отношений. В последние годы пошла среда неудачи, долго не мог найти работу, не мог платить по кредиту, родители болели. Опять же, это не полоса неудачи. Это неумение выстраивать личные границы. То есть, понимаете, не все в жизни, не все зависит от вас. Абсолютно не все, не все вещи в жизни, которые происходят с вами, да, вот, зависит от вас. Я не знаю, может быть это, ну, к счастью, может это, к сожалению, но это так. Не все вещи, не все, зависит от вас. Не все, что это происходит в жизни зависит от вас. И вам нужно отделить одно от другого. Вам нужно отделить, за что вы отвечаете, и за что вы не отвечаете. Например, болезнь родителей от вас не зависит никак. То есть, ну, понятно, что, если бы вы могли, да, вы бы, там, сделали бы все, чтобы родители не болели, это понятно. Это совершенно очевидно. Вот. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Тогда как? Вопрос. Например. связанные с, допустим, кредитами, да, с поиском работы, это то, что напрямую, напрямую связано с вами. Это действительно, это действительно ваше ответственность. Но это не неудача. Знаете, это не плохая неудача, то есть что-то мистическое. Это результат ваших действий, действий, ваших поступков. Так? Это результат того, как вы строите свою деятельность. По сути. Вот. И в отличие от родителей, в отличие от родителей, за которых вы не отвечаете за свою работу и за кредит, вы отвечаете полностью. Потому что, работа занимает исключительно вы и, соответственно, кредит брали, по сути, тоже вы. Так что, здесь никакой неудачи нет. Тут нужно разбираться. Это тоже добавляло неуверенности. То есть, по сути, по сути, у вас нет четкой позиции о самом себе, Алексей. Вне зависимости от того, получается у вас что-то, не получается у вас что-то. В позиции, относительно себя, кто я, что я делаю, куда я иду, у вас нет. Особенно, когда вообще с родительниками знал, что у них все хорошо, достаточно денег, родители в порядке, родители покупают и машины, путешествия и так далее. Ну, опять, здесь какая-то, знаете, очень поверхностная, я бы сказал, материальная, что ли, сторона. Вот. То есть, мне не совсем понятно, почему, не совсем понятно, почему вас волнует вот именно это. Понимаете, мне не совсем понятно, почему вас волнует только путешествия, почему вас волнует сравнение с другими людьми, и почему вас не волнует, скажем, эмоциональная, духовная сфера. Вот. Это такой момент. И еще один, еще один важный момент, связан с тем, что люди, люди никогда не будут демонстрировать вам свои неудачи, они будут вести себя так, как будто у них все хорошо. Вот. То есть, люди всегда будут стараться, чтобы вы думали, стараться сделать так, чтобы вы думали, что у них все здорово. Для них не позволительно, не позволительно, значит, ну, как бы, проявить слабость. Вот. Знаете, в какой момент, в какой момент. Но у меня такое чувство, что вы либо этого не знаете, либо вы слишком наивны, либо вы настолько привыкли вот, ну, ориентироваться именно на это, вот, что по-другому вы уже просто, ну, не воспринимаете. То есть, для вас единственный, вот что для вас показатель, ну, благополучия, скажем так. Вот. Дальше. Так. В результате какое-то чувство зародилось похоже на ощущение несправедливости или зависти, но в то же время увеличило чувство неуверенности в себе. Ну, это вот ориентация на других людей. Социальная ориентация, не личностная. То есть, я должен быть такой же, как все, я должен быть таким же, как другие. Я не должен быть хуже обязательно. То есть, постоянно идет вот сравнение, постоянно идет борьба, постоянно конкуренция идет. Вот. А в целом неуверенность, потому что из-за объективных факторов, на которые вы повлиять вообще не можете. Вот. Ну, в принципе. Из-за этих факторов. Вот. Вы, по сути, переживаете, что вы не являетесь тем, кем вы быть не можете. Я еще раз повторяю. Вот. Вы не можете быть, ну, кем-то. А вы пытаетесь. Вот. Потому что, ну, а как же, я же, я же, я же должен быть. Как бы, ну, думаете вы. Нет, не должны. В данном случае не должны. А тут же неуверенность. Вот. Это условность. У вас есть условность, что я буду хорошим, только если я должен покорять скорой, я должен покорять новую вершину, тогда я буду хорошим. Это драйвер пока нет. Или будет сильным. Драйвер будет сильным, а этот сценарий пока нет. Вот есть сомнения по поводу того, достоин и смогу получить работу, которую хочу. Если вы хотите эту работу, если она соответствует вашим знаниям, способностям, что да, сможете. Знаете, кто, по вашему мнению, определяет, кто достойный, а кто нет? Вот серьезно. Кто? Кто, по вашему мнению, определяет, кто достойный, а кто нет? Ну, вообще вот. По вашему мнению, кто это делает? Кто, как бы, в ответе за это? Далее. 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 Так, девушка, девочку, которая есть моим идеалом. Ну, понимаете, идеальную девушку вы встретите вряд ли. Идеальную девушку. Понимаете? Потому что идеально с людей не бывает. Всегда у людей будут какие-то недостатки, и эти недостатки нужно принимать. Сначала нужно принимать свои недостатки. Вот. То есть, девочка не должна соответствовать идеалам. Вам, на против, нужно принимать ее, принимать девушку, девушку такой, какая она есть. С ее недостатками, с ее какими-то неидеальностями и прочим. Вот. Понимаете? А идеальных девочек не существует. Идеальных людей не существует. А то им говорить про, что говорит про девочек. Ну, вот. Заметьте, что вы здесь противоречите немного себе. В том смысле, что вы пишете построить бизнес. Так вы работу хотите или бизнес? Смогу ли повести людей с собой? Зачем? Смогу ли достичь успеха? Вот все у вас какой-то результат. Все у вас, какая-то вот деятельность на результат. Это не совсем конструктивно. Ориентироваться нужно на процесс, а не на результат. То есть, то, что вам здесь и сейчас, приносит удовольствие. И постоянно развиваться в этом направлении. И все. И вы добьетесь ровно того, чему соответствует ваша способность. Эти переживания заставляют чувствовать, как будто время убегает. Это заставляет волноваться и привнеться чувство неуверенности. Время убегает, это правильно. Но не потому, что вы испытываете переживания. Потому, что вы живете не своей жизнью. Вам ваше подсознание, ваше подсознание пытается сказать. Вот. Что вы живете чужой жизнью. Вот. Что вы живете не своей жизнью, а сейчас. И именно поэтому время убегает. Именно поэтому время убегает. Не потому, что вы, там, неуверенны в себе. Опять же, нужно правильные выводы делать. Нужно делать правильные выводы из того, что с вами происходит. Нужно правильные выводы делать из своих чувств, своих эмоций. Вот. По поводу времени, да, я согласен. По поводу времени, вы действительно теряете время сейчас. Да, вы действительно тратите его впустую. Это так. Но совсем не из-за этого. Не из-за тех причин. Дальше. Как вернуть то былое чувство уверенности и убежденности, что я все могу и что расстроен самого наилучшего. А, понимаете, человек не может все. Это детское состояние. А в детстве человек думает, что он все может. Такое впечатление, что вы вот не переросли определенный этап формирования личности. И забрали в детском состоянии. Знаете. Ребенок до года думает, что он все может. Даже чуть больше, по-моему. Вот. Он думает, что он все может. Все может. Чуть в могущество у него есть, что он все, он на все способен. И потом, у него появляется ощущение, что он окрануется может далеко не все. Вам это нужно принять. Без этого вы не сможете адекватно взаимодействовать с окружающим миром. Что касается былое чувство уверенности, то не было никогда уверенности, если она пропала. Вот. То, что вы достойны всего наилучшего, тоже не так. Тоже это не совсем верно. Человек достойен лучшего, но он достойен только того, что он сам делает. Понятие лучше указывает свое. Для вас лучше, например, для вас лучше это Мерседес, а для меня лучше это там Феррари. Вот. Или для меня лучше там Запородец какой-нибудь. А это лучше для меня. Поэтому, знаете, понятие лучше указывает свое. И говорить о том, что вы достойны самого наилучшего, это не значит, что вы достойны самого наилучшего в мире. Как бы, это скорее значит, что вы достойны самого лучшего для себя. Вот это да. Что вы для себя достойны лучшего. Самого. Это факт. Но никак не для, не для, никак не в контексте мира. Понимаете? Вот. Поэтому надеюсь, что ответил вам на ваш вопрос, да, то есть как бы действительно поработать со своими убеждениями. Вам нужно действительно поработать со своими убеждениями. Вам желательно быть. Вот. Потому что, ну потому что, они у вас, скажем так, деструктивные и я бы сказал, невротичные. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я отвечу. Продолжение следует...